Новосибирск В Новосибирске расположено свыше 975 общеобразовательных учебных учреждений, в которых обучается более 260 тысяч учащихся, 77 лечебно-профилактических учреждений на 25 тысяч койко-мест, более 765 детских дошкольных образовательных учреждений, которые посещают около 100 тысяч воспитанников. Это основные группы потребителей социального питания в Новосибирской области. Именно эти группы населения в наибольшей степени нуждаются в свежем, высококачественном питании, которое богато полезными веществами и витаминами. В апреле 2012 года правительством Российской Федерации принята стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Эта стратегия предусматривает внедрение современных и энергоэффективных технологий для обеспечения питанием вышеуказанных категорий населения. Кроме того, губернатором Новосибирской области утверждена стратегия формирования системы социального питания населения Новосибирской области. Для достижения цели определенных стратегий необходимо создать специальные производственно-логистические комплексы и логистические комплексы, предназначенные для производства, комплектования и доставки рационов питания в учебные и лечебные учреждения. Строительство производственно-логистических комплексов планируется с учетом плотности населения и доступности территории в двух городах областного подчинения – Барабинске и Бердске, расположенных в западной и юго-восточной частях области, а также в двух районах города Новосибирска – в правом и левом берегах. Строительство логистических комплексов планируется в четырех районах со средней плотностью населения. В отличие от производственно-логистических, логистические комплексы будут меньшими по площади, и их внимание будет сфокусировано на обслуживании меньшего числа потребителей. Их размещение планируется в городах Татарск, Карасук, Коченева, Тагучин. В городе Куйбышев и Искитим планируется создание школьно-базовых столовых. Сельское хозяйство является приоритетным направлением развития Новосибирской области и в последние годы показывает стабильные темпы роста. В Новосибирской области ежегодно производится в среднем около 3 миллионов тонн зерна, 775 тысяч тонн молока, 224 тысячи тонн мяса, 1,3 миллиарда штук яиц, 56 тысяч тонн мяса птицы, 450 тысяч тонн картофеля, 180 тысяч тонн овощей. С вводом в строй сети производственно-логистических и логистических комплексов из общего количества производимой продукции в Новосибирской области для системы социального питания может быть поставлено до 10 тысяч тонн зерна, 10,1 тысяч тонн молока, 1,8 тысяч тонн мяса, 0,9 миллиона штук яиц, 0,3 тысяч тонн мяса птицы, 4,3 тысяч тонн картофеля, 8 тысяч тонн овощей. Стратегией предусматривается, что вышеперечисленная продукция сельского хозяйства, произведенная в Новосибирской области, от производителя напрямую поступает в производственно-логистические комплексы. Производственно-логистический комплекс оснащен современным технологическим оборудованием и соответствует всем требованиям по производству, хранению, товарному соседству продуктов питания. Он состоит из следующих элементов. Лаборатория. Основной склад. Цех хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Производственный цех. Центр по комплектованию и отгрузке по направлениям. Школы, детские сады, больницы. Производственно-логистический комплекс функционирует следующим образом. В комплекс автомобильным транспортом поступает продукция от местных производителей сельского хозяйства и пищевой промышленности. Поступающая продукция в обязательном порядке проходит процедуру контроля в лаборатории на соответствии требованиям государственного стандарта, технического регламента на сырье и продукцию, технических условий. Лаборатория оснащена современным оборудованием, что позволяет проводить все требуемые химические и микробиологические исследования. Прошедшая лабораторный контроль сельскохозяйственная продукция поступает в цех хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, где проходят все необходимые циклы – мойки, очистки, калибровки и фасовки. После подготовки продукции передаются на основной склад. Со склада одна часть продукции поступает на производство, а другая часть продукции направляется специализированным автотранспортом в учреждения социальной сферы. В учебные учреждения, имеющие свои производственные мощности, в которых столовые доготовочного типа, на производственно-логистических комплексах формируются наборы продуктов в соответствии с цикличным меню. Специализированным автомобильным транспортом продукты доставляются в эти учебные учреждения. Из поставленных продуктов поварами готовится блюдо в соответствии с действующим на этот день меню. Формирование меню для детей основывается на требованиях СанПин по детскому питанию с учетом особенностей детского организма. При приготовлении детского питания используется только определенный перечень натуральных продуктов. Готовые блюда сбалансированы по составу белков, жиров, углеводов и ежедневной калорийности. Применяемое меню должно быть согласовано с органами Роспотребнадзора. Отпуск готовых блюд осуществляется поварами через линию раздачи. На производственно-логистических комплексах и школьно-базовых столовых для образовательных учреждений, в которых столовый и буфет раздаточного типа, не имеющих производственной мощности, готовятся рационы питания. Готовые блюда в термосах специализированным автомобильным транспортом отправляются в образовательные учреждения. На пищеблоках образовательных учреждений готовые рационы питания для поддержания необходимой температуры помещаются в мармиты. Отпуск готовых блюд осуществляется поварами через линию раздачи. Для лечебно-профилактических учреждений из комплекса поступают специализированным транспортом основные группы продовольственных товаров и сырья с учетом специфики и особенностей питания пациентов по всем видам диет. Персоналом пищеблоков лечебно-профилактических учреждений из продовольственных товаров и сырья приготавливается здоровая пища. Правильно разработанное лечебное и диетическое питание способствует скорейшему выздоровлению пациентов. В дошкольные учреждения из комплекса поступают овощи, мясо и другие продукты, прошедшие лабораторный контроль. Дошкольные учреждения получают весь набор продуктов питания, необходимый для приготовления разнообразных блюд. На пищеблоке детского сада из этих продуктов повара готовят вкусную и полезную пищу. Таким образом, малыши ежедневно радуются вкусным блюдам и разнообразному меню. Создание производственно-логистических и логистических комплексов предусмотрено целым рядом программ, стратегий и иных документов на государственном уровне. И внедрение этого проекта на территории Новосибирской области позволит решить целый ряд проблем взаимодействия потребителей социального питания, предприятий переработчиков и производителей сельскохозяйственной продукции, обеспечивая возможность организации единой системы поставщиков, стабильный спрос на сельскохозяйственную продукцию, возможность контроля качества и происхождения продукции, снижение потерь при хранении и переработке продукции, сокращение количества посредников между производителем и потребителем, высокое качество продукции для социального питания. Производственно-логистический комплекс – это современная экономическая модель сотрудничества между сельскохозяйственными производителями и потребителями в социальной сфере, которая позволит обеспечить рост объема производства в реальном секторе экономики, устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, сохранение и укрепление здоровья населения, улучшение качества жизни населения, устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.